В Приморском районном суде в очередной раз перенесли рассмотрение дела супругов Марины и Станислава Положай, проживающих в доме на Пишеновской, 32. В ветхом одноэтажном доме семья инвалидов ютится уже больше 20 лет, ожидая квартирной очереди. Почему их дело уже в третий раз отложили, знает Юлия Федорова. С тех пор, как часть полисадника, примыкающего к дому пенсионеров, ушла в катакомбы, прошло два месяца. На стенах множатся трещины, дом не удерживают даже многочисленные подпорки. Представители ЖКСа Портофранковский предложили Станиславу и Марине Положай временно переселиться в одну из комнат гостиницы «Центральная». Но здоровье не позволяет супругам, один из которых еле ходит решаться на такие переезды. В итоге коммунальщики подали на них в суд. Сегодня рассмотрение дела снова перенесли. Представитель горосполкома до сих пор не ознакомился с иском. Это уже третье рассмотрение дела. Неделю назад 80-летний Станислав Положай получил первую группу инвалидности. Проблемы с жильем и судами еще больше ослабили его состояние. Сегодня прийти на заседание он не смог. Стены рушатся на данный момент. Человек стал инвалидом первой группы, ему очень тяжело и он постоянно нервничает. Каждый день у нас что-то происходит. Они стоят в очереди под номером 1997. Это как бы очень далеко. Вообще сейчас исполком отписывает письма о том, что очередь сейчас остановилась, никому квартиры не выделяют. Поэтому надеяться на квартирную очередь не стоит. Заседание перенесли на 12 мая. Эти две недели чиновники и коммунальщики собираются изучать документы и знакомиться с делом. Снова и снова. А семья инвалидов продолжит жить в доме с провалом в катакомбы. Юлия Федорова, Кристина Кондратьева, 7 канал.